Учась в школе Додомяна, это высшая школа деятелей сценического искусства в Москве, она проходит. На финальной сессии перед защитой диплома у нас преподавала ораторское искусство Ника Александровна Косинкова. И она сказала, что у нее очень широкий круг знакомых, и у нее есть замечательно, удивительная клоунесса из Франции. И что есть такая возможность ее пригласить по городам России. Карин Венерон окончила театральный институт в Гренобеле. Еще в подростковом возрасте начала изучать русский язык. Сейчас работает в различных театрах Франции, Италии и России. Я актриса и режиссера, и педагог. Карин также является постановщицей уличных спектаклей, талантливым импровизатором клоунессой. Работает с известными режиссерами, проводит мастер-классы в разных театрах, участвует в совместных франко-русских проектах. Французская актриса очень любит русскую классическую литературу. И она очень любит Чехово, она его читает. И я сказала, что у нас совсем рядышком есть город Таганрог. И что мы с радостью проведем экскурсию по местам Чехова, в чеховский дворик, домик свозим. Карин согласилась приехать в наш город и провести мастер-класс для актеров Новошахтинского драматического театра. Между театром и клоунадой, как говорят актеры, есть прямая связь. По их мнению, овладеть этим жанром считается высшим пилотажем. А Карин в этом деле мастер. Да, мне очень нравится, я очень люблю работать в этом жанре, потому что эмоций хватит, чтобы сказать, что мы хотим сказать, вы понимаете. Французской деве трудно говорить на русском языке, но понимает она русскую душу буквально без слов. Да, потому что мне надо слова, чтобы понимать русскую душу. Телом языка и глазами можно передать эмоции, находящиеся внутри. Для меня это очень важно, потому что это эмоции через тело, без слова. И мы можем понять всё. Не зависит от языков. Это работа эмоций, много энергии. На сцене тему импровизации задают зрители. Актер, одев нос, мгновенно перевоплощается и, видя мир по другим углам, выдает чистую эмоцию. Потому что мы разные, как в жизни, мы все разные. И через нос мы можем показать, что внутри что-то бывает. Дайте мне... Грусть. Грусть. Извини, я плохо говорю по-русски. Я француженька, поэтому трудно. Я не знаю, что. Ну что, извини. Я не хочу прокатить, мне не надо. Это нехорошо. О, Боже мой. Мама, папа, извини. Ну что? Восторг. Что это? Радость. Я очень рада, потому что... И телевидение. Ку-ку, это я. Вот так, это что? Иногда Карин легче жить с носом. Полная внутренняя свобода, без фальши. Работе она посвятила всю свою жизнь без остатка. Мастер-класс, который Карин провела нашим актерам, прошел удивительным образом. У нас была и импровизация, и клоунада. Это такой необычный немножко для нас жанр, для драматических артистов. Очень интересный. Он зажигает такие внутренние механизмы артиста, которые бывают немножко выключены. То есть ты по-другому, у тебя другая система работы, ты по-другому уже себя чувствуешь. Сама актриса оценила работу новошахтинских актеров на отлично. Все актеры очень торопливые, я была очень рада заниматься с ними. Наши артисты соприкоснулись с чем-то новым, необыкновенным. Импровизации, по мнению Карин, научиться можно, но это тяжелый труд, требующий полной отдачи зрителю. Кто-то схватывал из наших ребят быстрее, кто-то чуть медленней. Но была такая единая, получилась команда некая. То есть мы сплотились, объединились. И было немножечко трудно работать постоянно на зал. То есть там малейшее событие, и сразу идет оценка постоянно, через зрителя, каждую секунду. А все-таки в русском драматическом мы больше играем через партнера, захватывая зал. А тут зал является основной такой целью, да, объектом, на который идет вот именно эмоциональная направленность взгляда, эмоции. Работай, работай! Артисты Новошахтинского театра надеются на долгое плодотворное сотрудничество с французской клоунессой. Есть огромное желание поставить спектакль под руководством Карин Венерон, так как она талантливый режиссер. А тот уникальный опыт, которым с удовольствием поделилась Карин, нашим актерам, несомненно, пригодится в их творческом развитии.